Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Что мотивирует тебя на дела? Смотришь ли ты какие-нибудь мотивирующие видео или это все зависит от характера человека? Я считаю, что это все зависит только от характера человека и какая, мне кажется, мотивация может быть помогает, если человек на кого-то равняется и так далее, что вот тот делает, надо что-то и мне делать, и почему-то тот может. Значит, и я смогу, конечно, это, наверное, влияет, ну, большое влияние оказывает на человека, но в моем случае я, наверное, сама себя такая по характеру, что я не могу сидеть на месте без дела. Я сама себе нахожу порой дела и не раз даже сама себе ругаюсь за это, потому что бывает, что вот там проснулась, грубо говоря, вроде бы знаю, что это не так дома грязно, но время есть там свободный, там час. Хоть элементарно чуть-чуть там убрать, надо убраться в доме, там помыть, что-то там помыть, перемыть, как бы, это, наверное, не от того, что у меня много свободного времени, а просто от того, что я не, как я уже говорила, не люблю там грязь, не люблю там, когда что-то грязно, пыльно, непостивно, непоглашено. И это, наверное, у меня уже просто в крови. И поэтому получается то, что я нахожусь дома, занимаюсь детьми, домашним бытом, естественно, в связи с этим я постоянно что-то делаю, 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 но, конечно же, так же стараюсь не забывать про себя. И в данном случае, мне кажется, что все-таки это больше зависит от характера человека, от его, не то, что лени, конечно, возможно, и лени, потому что у меня тоже бывают такие дни, ну, не хочу я ничего делать, он мне хочет убей, не хочется ничего делать такого, не убираться, не ладить, не стирать, не убираться, просто хочется или тупо посидеть около телевизора, там, почитать книжку, заняться какими-то там делами, такими, связанные с собой, скажем так, там, привести себя в порядок. Ну, никак не заниматься там домашними делами, там, куда-то сходить, ну, как бы только так вот. Это, мне кажется, все же зависит от человека. И еще раз сразу вопрос тоже от Грожины, это уже касается немножко вегетарианства вопрос, получается, на ПП ты не можешь скинуть лишний вес, у тебя ведь все хорошо получалось. В чем проблема? Это, я понимаю, вопрос к тому, что когда я заявила о том, что хочу посидеть на вегетарианстве и именно похудеть, в связи с этим у вас не как-то вопрос. Нет, ни в коем случае у меня на ПП все получается, и, как видите, результат хороший по сравнению с тем, когда я только села на ПП более года назад, уже даже 2 года. Я просто не то, что решила поддержать Сережу, когда он сказал то, что он хочет так попробовать, у нас с ним просто был до этого разговор, я сказала, что Сережа, говорю, все-таки я решила вернуться к правильному питанию. Я говорю, хочу все-таки к лету опять, потому что есть там неточного результата, который я хотела полностью добиться изначально, все равно там лишние 2-3-4 килограмма, все равно они еще есть, и хочется их убрать. И потом вот он что-то там думал, 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 и он решил посидеть на вегетарианстве. Он мне это предложил, этот вариант, типа не хочешь ли ты. Сначала вроде как я согласилась, потому что понимала, что в конкретном случае, что я могу еще на этом и похудеть, если исключить некоторые продукты, даже которые едят при вегетарианстве, от которых поправляемся. Но затем поняла, что это не мое, потому что я не могу обходиться без некоторых продуктов, как это сыр, самое первое из меня сыр, даже мясо, это никакой роли для меня особо не является таким прям главным фактором. А вот сыр и молочная продукция, конечно, что я иногда люблю творог, хотя не часто, но иногда я его ем. Я люблю йогурты, я люблю сыр, безусловно, причем разный, различный. Но и в связи с этим, поэтому я решила вернуться на правильное питание, и даже уже несмотря, что прошло совсем мало времени, и даже за это время я себе, ну немного, конечно, что-то я, наверное, такое ела, что вообще, в принципе, раньше я никогда не ела, когда я начала худеть. Но результат уже есть, минус буквально полтора килограмма за, ну тут, наверное, еще и нервы дали, сыграли свою роль за неделю. Так, Нисис Кэ, а Миссис Кэ, извиняюсь, неправильно назвала Ник, знают ли одноклассники Владика, что мы снимаем видео, как к этому относятся? Но насчет одноклассника Владика я конкретно не могу ничего сказать, потому что ему никто ничего не говорил. На футболе ребята, в людиноге ребята, тоже команда футбольная, да, Владюш, знают, что мы снимаем семейные видео, что мы снимаем, ведем канал на ютубе, и, в принципе, никто ничего плохого не говорит. Наоборот, ребята там даже в чем-то, не то, что завидуют, но как бы есть такой вот момент, то, что вот там вы каждым снимаетесь, вы там выкладываете свои ролики. Даже многие ребята завели свои каналы, благодаря тому, что, смотря на Владика, никто над ним там не скажет, что там вот, ха-ха, хи-хи, как нам многие писали, как там друзья Владика реагируют. Абсолютно нормальные дети адекватные и абсолютно нормально на это все реагируют. Насчет школы, как бы, я не знаю, что Владику еще, по крайней мере, никто ничего насчет этой темы не говорил. А, друзья во дворе как бы знают, и поэтому, и все прекрасно, никто над этим ни коем случае не смеется, там, как многие там все писали, не потешается. Просто, наверное, абсолютно адекватные, нормальные дети, и все прекрасно понимают. Елена, какие блюда вы используете в шпинат? Да, Елена, в основном мы используем шпинат, это в салаты, конечно, потому что, если брать это напрямую, как бы, когда покупаем обычный шпинат, не замороженный, я имею в виду, то, конечно, они очень хорошо идут именно в различные салаты. Если брать шпинат замороженный, то его можно добавлять в любые абсолютно блюда, на имею в виду, там, овощные блюда, это может быть и капуста, это может там просто и брокколи быть, в случае, все, что вам по вашей душе, туда вы можете его добавлять. Даже, как я делала, сверху я варила рис, и сверху я готовила брокколи и шпинат, очень классное сочетание, шпинат и грибы еще были, очень классное сочетание, очень-очень вкусно, и поэтому в овощные блюда его добавлять можно в любые, так же, как и в салат, абсолютно, ну, в любой овощной салат. Так, Галя Спайдер, ник на ютубе, надеюсь, правильно произнесла, какую пользу даст вам это питание, и как вы к этому пришли? Ну, вот, как, это я понимаю, все про вегетарианское питание связано. Я уже немножко ранее сейчас пояснила в ответах на вопросы, что Сережа, просто, в принципе, Сережа давно это хотел, он мне давно об этом говорил, что у него есть такие мысли, что он хочет, это, как, например, пишут, что это не диета, а это образ жизни, но если вы, значит, мы живем в современном мире, да, и сейчас очень много людей, которые сидят в вегетарианском питании, и при этом не отказываются от, там, от шуб, от каких-то, таких, там, от дельфинариев, там, от цирков, конечно, я понимаю, что если, может быть, человек уже там совсем именно на это повернут, то да, там, он не ходит, все защиту животных, там, не ест мясо, не ест, там, молочную продукцию, все, что связано с, точнее, все, что от животных, но в нашем случае это не так, и как и во многих случаях это не так, потому что сейчас очень это модно, на самом деле, вегетарианство, но Сережа пошел на это не из-за модно ни в коем случае, а из-за того, что просто он заходил попробовать, смогу ли я вот так вот не есть мясо, не есть, потому что тот же йод можно получать абсолютно из других витаминов, которые нельзя есть в вегетарианстве, точнее, можно есть. Много витаминов, которые можно заменять, там, тот же белок, при этом не ем мясо, не ем какую-то молочную какую-то продукцию, поэтому вот он решил попробовать, как ему понравится, это не понравится, ведь многие, даже наши подписчики, я считала, кто сидит на вегетарианстве, также к этому пришли, просто решили попробовать, понравится, не понравится, и при этом ни в коем случае, ни при этом не полностью там менял свой образ жизни, и многие так живут, ничего в этом страшного нету, просто каждый выбирает для себя сам, что он хочет. Сережа решил попробовать, вот сколько он уже, получается, 10 дней, наверное, на этом питании, и ни грамма не жалуется на то, что ему там не хватает мяса, там не хватает ему обычного молока, не хватает ему сыра, конечно, да, то, что сыр он тоже любит, но вполне нормально к этому относится, даже при том, что он видит, что у него детки там, детки, я там кушаю, все, в принципе, все, абсолютно нормально на все реагирует, просто захотел человек попробовать, получится у него это или не получится. Так, Леся Кафмани, надеюсь, тоже правильно, я заметила, что вы в основном покупаете продукты на 2-3 дня, не хотите покупать продукты на неделю, и, мне кажется, эти вопросы можно сразу объединить, как раз вопрос, они на ютубе Эмили и Татьяна Пархамец, тоже, у них был такой вопрос, у вас рядом с домом неплохой рынок, пятерочка, незаслуженно вами забытые, и охота вам едет всякие метро, ленты и так далее, и так далее, и так далее, почему покупать, и вопрос, почему закупать в таких гипермаркетах или супермаркетах, сразу поясню, да, мы начнем сначала, я понимаю, что закупаться на неделю, конечно, может быть, это будет немножечко выгоднее по деньгам, но у нас практически так и выходит, то, что вы видите, когда Сережа приезжает сюда, в Брянск, мы не каждый день, там 2 дня точно посещаем магазин, и там что-то покупаем, лишь потому, что мы стараемся покупать более качественные продукты, конечно, понятно, что далеко не все качественные тоже покупаем, но все же стараемся покупать более качественную продукцию, и с наименьшими затратами, скажем так, мы ищем товар по акциям, конечно, может быть, кому-то тут, я уже поняла, некоторые, там смешно, что вот мы покупаем по акции, да, конечно, можно пойти купить кабасу за 100 рублей, и дешево, и сердит, и наелся, и, ну, при этом, какое качество, можно купить сметану за 40 рублей, и не думать, что, а зачем мне какой-то президент, там, который так 100 и 100, а по акции можно купить за 80, ну, естественно, разница значительная, и если сравнивать качество продукции, то тоже она заметна, поэтому, естественно, мы не можем пойти сразу в один магазин и затариться, там, хотя бы на неделю какими-то продуктами, чтобы нам хватило, там, ну, рубана на неделю, да, мы сначала в один магазин покупаем то, что нам надо, потом в другой магазин покупаем то, что нам надо, и так получается, что на час, в принципе, 4 дня Сережи нету, естественно, я не, ну, если что-то подмело, вчера, ну, в грудку пошла купила, только такие вот, ну, молока все надо было скачать, купить Веронике, такие мелочные продукты, которые я могу купить реально в магазине рядом с домом, которые, там, в разнице, например, в том же молоке, например, с лентой, там, 3-4 рубля, естественно, я с этой покупкой молока не поеду, тратят 40 рублей на маршрутку, чтобы купить покупку молока, а когда ты закупаешь много товара, естественно, разница видна, и поэтому мы ездим, закупаемся в большие, тоже метро, тоже ленту, и получается, что у нас покупки не раз в неделю, а получается, что два, и даже бывает и три раза в неделю. Что касается неплохого мини-рынка, ну, я не знаю, вы, наверное, не живете в Брянске, если так вы говорите, я не хочу сказать ничего плохого о мини-рынке, но у нас там, на открытом мини-рынке у нас в основном товар, это вещи, и под павильонами там всякие фрукты, овощи, там, бабушки торгуют своей продукцией, картошка, кабачки и так далее. А что касается магазинов, которые находятся на мини-рынке, ну, там закупаться, это очень-очень, наверное, надо много зарабатывать, чтобы там закупиться по полной программе. Что касается пятерочки, я стараюсь вообще-то такие продукты там не покупать, потому что там очень много просрочки, очень, ну, и вообще, и цены все равно отличаются от тех же, от той же ленты, от той же линии, точнее, даже не линии, линии у нас тоже завышены, кстати, цены, не на все, конечно, товары, есть какие-то товары дешевые, но тоже дороговато, поэтому мы ездим в другие магазины и покупаем там продукты более, я, конечно, понимаю, что там акция может, этот товар столько и стоит на самом деле, но, по крайней мере, придя на другое время, мне акция, он стоит на 20-30 рублей в любом случае дороже, 20-30 рублей там с какого-то продукта, это тоже экономия, тем более у нас семья большая, и не каждому понять, почему мы столько покупаем, потому что у нас 5 человек в семье, и каждый хочет кушать, и плюс Сережа работает в Людинова, он много забирает туда, ну, фрукты, фрукты, там какие-то супы, раньше колбаса постоянно, там сыр, естественно, человеку тоже там надо чем-то питаться, а не приехать там по магазинам, потому что ему просто на это нет времени, у него такая работа и дом получается. Соответственно, столько и продуктов, соответственно, столько и покупок, и еще раз повторюсь, то, что мы стараемся покупать более качественную продукцию, поэтому приходится ездить в другие магазины, потому что, например, в той же Пятерочке, купить сыр, которым мы, кстати, любит там тот же Гау, ну, Гау, я имею в виду, Валеву какой-то, его просто там нету, просто даже при всем желании его там нету. Ну, и много другой продукции, которые мы просто покупаем домой, в этих магазинах около дома у нас просто нету, поэтому приходится закупаться в других магазинах. Это все вопросы, которые были, надеюсь, все вопросы. Вера писала Кострова, что она тоже задавала мне какой-то вопрос, и я на него не ответила. Честно, я, Вера, пересмотрела все вопросы, начиная с последних ответов на вопросы, которые были. Я не нашла вашего вопроса. Извиняюсь, может быть, я что-то и пропустила, может, еще чьи-то вопросы пропустила. Пожалуйста, задайте их по новой. Больше не буду так затягивать, чтобы был такой большой промежуток. Буду стараться отвечать как можно быстрее, чтобы это все заданные вопросы были вовремя отвечены. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.